Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Болгария передумала и не стала отказываться от российской нефти. Болгарские депутаты пересмотрели во втором чтении законопроект об отказе от импорта российской нефти. Если в первом чтении законопроект предусматривал необходимость прекращения поставок российской нефти в Болгарию в течение 30 суток с момента вступления закона в силу, то теперь указанная норма отменена. С высокой долей вероятности на изменение болгарских настроений повлиял набирающий в Европу силу топливный кризис. Сокращение добычи нефти со стороны России и Саудовской Аравии привело к росту бежевых цен на черное золото в район 100 долларов за баррель. Болгарские чиновники вознамерились отказаться от российской нефти, не найдя ей альтернативу в расчете на помощь соседних стран. Однако в соседних странах возник дефицит топлива. В Польше на заправках ограничили продажу дизеля в одни руки, в Словакии, Румынии выросли цены на нефтепродукты. В Болгарии имеется лишь один крупный производитель бензина и дизеля, это компания Лукоил Нефтохимбургс. Болгарский завод Лукоила технологически адаптирован к российскому сырью. Из-за более низкой цены на собственное сырье Лукоил для своего завода всегда поставлял только нефть российского происхождения. Болгарское правительство намеревалось отказ от импорта российской нефти использовать как повод для национализации активов Лукоила в виде НПЗ в Бургасе и сети АЗС. Теперь указанный вопрос отложен на год. Дело в том, что болгарские депутаты пообещали отказаться от российской нефти до конца следующего года. Новая редакция закона предусматривает, что Лукоил как владелец НПЗ в Бургасе может с 1 января следующего года использовать для переработки не более 80% нефти российского происхождения, с 1 апреля не более 75%, а с 1 июля не более 50%. Руководство Лукоила сообщило, что в предложенные сроки не сможет физически дифференцировать поставки сырья. Частичная замена нефти возможна, но это, во-первых, приведет к сокращению объемов переработки нефти, а во-вторых, к росту отпускных цен на бензин и дизельное топливо. Потенциально подходит по своему составу для замены только казахская нефть. Однако правительство Казахстана не дало гарантий поставок нефти в нужном объеме российской компании. Болгарские депутаты пока настаивают на своем. Им на интересы местных потребителей топлива наплевать. Об этом можно судить, пометую об отказе болгарского правительства от получения ранее российского газа. Казахстана